Великолепная актриса Марина Дюжева Великолепная актриса была очень старой, поэтому необходимо было провести не просто обновление, а настоящий глобальный ремонт. Три года назад квартиру актрисы нагрянула передача «Идеальный ремонт». Прямо с порога актриса призналась, что ей очень не нравится кухня, она хотела оживить это помещение, которое выглядело довольно блекло. К тому же она попросила ведущую передачу сделать так, чтобы каждый сантиметр пространства кухни был полезным и эргономичным, ведь площадь этой комнаты меньше 8 метров. Еще одной особенностью кухни было то, что в ней располагается выход на лоджию. Дизайнеры решили объединить два пространства, чтобы в итоге из затемненной кухни получилось светлое столовое. В коридоре, который изначально тоже выглядел скучновато, решили сделать косметический ремонт, покрасить стену и потолок, а также поменять гардеробную так, чтобы коридор и кухня смотрелись единым ансамблем. Одну стену в коридоре оформили очень оригинальными трехмерными панелями из натурального композита. Пол покрыли паркетом и заменили входную дверь. Кухня тоже получилась шикарной. В ее декоре были использованы золотые и латунные цвета. Столешница была выполнена из особого стекла с трехмерным визуальным эффектом. Смеситель в винтажном стиле. Органично смотрится на фоне фартука с натуралистичным рисунком. Особой изюминкой стала обилие лепнины. Картины с флористическими мотивами и необычная люстра. Варочная поверхность ультрасовременная, но декорирована красивыми ручками под старину. Мойка изготовлена из специального материала, фрагранит который невозможно поцарапать. На месте бывшей лоджии удобно расположились белоснежные диванчики и стол. Получилась уютная и светлая столовая зона. Стоит отметить, что Марина Дюжева была в восторге от проделанной работы. Актриса поблагодарила организаторов за то, что ей не пришлось изображать радость. Ее глаза светились веселым блеском и ей так и хотелось поскорее начать готовить своей новой, красивой и функциональной кухней. А что скажете вы? Пишите свои мысли в комментариях.